Приветствую вас, друзья! Кризис среднего возраста. Его еще иногда называют 40-летними роковыми. Но почему же именно в этом промежутке возраста возникают такие переломы судьбы? К голоду признания подмешиваются страхи. 40 лет – это не 20 и не 30. Человек разменял 5-5 десяток. Неизвестно, сколько осталось в мужской жизни. И где же триумф? А что дальше? К тому же, этот возраст совпадает с определенным планетарным стоянием. Есть такая очень важная планета Уран. Обращение этой планеты вокруг Солнца длится 84 года. И как раз наложение, перемещение транзитного Урана на натальную карту Урана происходит именно в 42 года. И этот период сопряжелся непредсказуемыми поворотами судьбы и экстравагантно непредсказуемым поведением мужчины в этот период. Он становится зачастую замкнутым, раздраженным. Смотрит на себя в зеркало. Вроде бы еще не старик. А в голове стучит. Скоро станешь старым, немощным и бесполезным. И что-то изнутри подсказывает. Спеши, пока есть порох в пороховницах. И он спешит. Отчаянно бросается восстанавливать здоровье. Хотя иногда даже этим себе и вредит. Обращается к врачам-наркологам. Надо бы прекратить пьянки. Но радикальные методы не всегда его устраивают. Вот если бы чуть-чуть, да немножко, да иногда. А так, к сожалению, не получается. И процесс усугубляется. От этого он пугается еще больше. И гормон тестостерон, который огромными порциями выбрасывается в кровь, приводит к агрессивности и нетерпимой обстановке в семье. Мало никому не покажется. Но самое главное, что козлом отпущения становится жена. И в этом периоде все страдания мужчин сосредоточены на его потенции и интимных достижениях. Страдает его самоидентификация, так как мы уже с вами знаем, что фаллос для него символ успеха и победы и мужской силы. Первые ласточки эректильной дисфункции довершают эту мрачную картину. Милые дамы, не пытайтесь понять, что в это время на душе у мужчины. Беспокоящий целлюлит, появившиеся морщинки на лице, некоторое снижение остроты зрения и другие мелочные проблемы не могут даже помочь части понять того, что творится на душе у этого молодого человека. Любое изменение на гормональном фоне, беспокойство и страх по снижению потенции и нарушение эрекции в середине жизни у мужчины вызывает просто огромную панику. Импотенция для мужчины – это занавес, конец жизни. Навсегда. Алкоголь временно может стимулировать либидо, но это довольно часто случается не в семье. И в этот период жизни нужно четко осознать те гормональные процессы, которые происходят у мужчин и женщин в этом среднем возрасте, и они, к сожалению, радикально отличаются друг от друга. И так называемые ножницы сексуальной активности можно увидеть на таком графическом изображении. Когда у мужчин с юности идет вот такая кривая либидо, а у женщин с возрастом она постепенно начинает набирать высоту, и вот в этой точке они пересекаются приблизительно к 40-45 годам. В этом вот и возникает гормональный кризис мужчин и женщин. Так называемые ножницы. Он абсолютно уверен в том, что отношения с женой себя полностью уже изжили. И остается только долг. А вот чувство долга в 40-летнем периоде, то, что вдохновляет мужчину, меньше всего. И чувство долга не может его сделать более счастливым, а скорее наоборот. И в этот период кризиса мужчина утверждает, что замучила его именно жена. Она не дает ему дышать полной груди и чувствует себя молодым. Супружеская постель охладевает, и в этом виновата тоже жена. Мужчина чувствует, что его никто не понимает. Он бесконечно одинок. Всем от него чего-то нужно, а сам же он не нужен никому. Вы помните из короткого фильма-анонса о тех претензиях, которые предъявляют мужчины с 40-летнего возраста к своим супругам? Повторяться не будем. Если нужно, посмотрите внимательно и задумайтесь. И вот именно с такими радикальными мыслями многие мужчины 40-летнего возраста жаждут новой жизни, новых высоких чувств и новых побед. И что самое интересное, именно на этот период приходится самое большое количество разводов. Но всегда в этом периоде жизни страдает не только одна сторона. Страдают все члены семьи. И муж, и жена, подходя к этому критическому 40-летнему периоду жизни, все-таки должны заранее продумать некоторые моменты, предусмотреть возможность негативных моментов и принять соответствующие меры. И ни в коем случае нельзя компенсировать недостаток душевных чувств уединением и употреблением спиртных напитков. С одной стороны, алкоголь снимает напряжение у супруга, а с другой стороны, он вызывает резкий негативизм у членов всей семьи. И если вовремя не осознать суть проблемы, не пересмотреть свое отношение к этому 40-летнему кризисному периоду, то перед человеком открывается самая прямая дорога к хроническому алкоголизму. Продолжение следует...